Отряд мобильный особого назначения, сокращенно ОМОН. 18 марта эта спецслужба, входящая в состав Росгвардии Чуваши, отмечает 27 лет со дня образования. Сириус совсем еще молодой боец отряда особого назначения. Ему всего полтора года. Но на его счету уже два случая, когда он обнаружил взрывчатое вещество на операции и, возможно, спас чьи-то жизни. В этот раз ему понадобилось чуть больше минуты, чтобы найти среди семи ящиков один с опасным содержимым. Вот собака обозначила. Наш кинолог предупреждает, что найдено взрывоопасное вещество. Щенков на службу кинологи отбирают практически сразу после их рождения. Появился целый помет. Весь помет запускают в какой-нибудь темный угол. Если какая-то собачка не зашла, ее сразу же убирают. Потом по лестничной площадке небольшой такой. Если какая-то собачка не прошла, тоже убирают ее. И вот где-то с пометок, где-то, наверное, одна-две собачки остаются. Они тоже такие же, как люди. Холерики, сангвиники, меланхолики, флегматики. А животные спят где? Вольеры. У каждого собака свой вольер. Получается помещение для отдыха и помещение для выголов собаки. Главная задача ОМОНовцев – охрана общественного порядка, борьба с терроризмом и экстремизмом. В прошлом году бойцы участвовали более чем в 90 операциях. Кинологи, инженеры, взрывотехники, высотники, снайперы работают не только в республике, но и в других субъектах. Часто выезжают в командировки в северо-кавказский регион. Безупречная подготовка, исключительная работоспособность, профессионализм. Результат ежедневных многочасовых тренировок. К нам приходят уже подготовленные, они проходят физическую подготовку, у них проверки, тесты. После этого только допускают к нам на службу. Какие виды боевых единоборств? Приветствуются, конечно, любые единоборства. Борьба, бокс, дзюдо, карате, кикбоксинг. Командир ОМОНа, управление Росгвардии по Чувашии, полковник полиции Андрей Егоров с детства занимался самбо. Мечта любого мальчика служить в спецназе на благо нашей Родины. С детства хотелось, чтобы мои задатки и способности помогали. Я, не знаю, я с детства любил, знаете, защищать младших от различных хулиганов. И занимался спортом, как-то я занимался с детства борьбой самбо. Пришел в МВД, продолжил службу, начал службу управления местной охраной, продолжил в специальном отряде быстрое реагирование. В конце концов, пришел в ОМОН. Бойцам нужно всего пять минут для того, чтобы сформировать бригаду и выехать на операцию в пределах республики. Их работа не всегда видна, но результат – тысячи спасенных жизней. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика.